Ну что, всем доброго утра! Сегодня у нас Махав, 20-й год, пробег 40 тысяч, та же самая проблема. На запуске идет звон. Непонятно, это звон гидронатяжителя цепи, это самой цепи или что-то еще. Машина у нас из Орла, клиент приехал с целью разобраться, что происходит. Сегодня точно не знаю, что это такое, но есть предположения. Первое, к чему мы пришли, это то, что масло из корпуса масляного фильтра за ночь уходит. То есть только после стояния суток и более, то есть при каждом запуске утром, или пусть даже будет днем, но отстоявшись, машина там 24 часа или 10 часов, мы слышим при запуске мотора какой-то нехороший звук. То есть металлический причем. Машина отстоялась, вот наш Махав, отстоялась задача. Заводить мы не будем и слушать мы не будем. Всех этих звуков я уже наслушался, и как аудиозаписи с телефонов, планшетов, и также здесь в сервисе, то есть это я много раз слышал. Сейчас задача наша снять масляный фильтр и понять, есть ли там масло. То есть оно у нас там должно быть. Его держит клапан, про который мы подробно потом пройдемся, покажем отдельно. Показывать будем старого образца. На старом образце, вот Махав там за ним еще один стоит, дальше, да, 10-12 год. У них такой проблемы нет. Пробеги 300, 400, 500, и то есть проблем нет. Задача первая, сделать сейчас диагностику здесь, попробовать услышать звук. Понятно, что мы, если даже там есть масло, мы его сейчас, сняв картридж, откроем клапан, и масло уйдет. Вполне возможно, что этот звук будет, но не это наша цель. О, крышечка холодненькая. Вот он у нас корпус масляного фильтра, то есть картридж. Сейчас я откручиваю на 32 головочкой, вытаскиваю картридж и картридж весь, то есть вся колба, весь корпус должен быть полный. Но, опять же, нужно учитывать, что как только мы вытаскиваем, открывается клапан, и масло постепенно начинает уходить. Ну, учитывая то, что масло холодное, то есть оно отстоялось ночь, если оно даже будет уходить, то это будет долго. Но если же мы вытащим, и там будет абсолютно сухо, ну, как бы, будет все понятно. Отворачиваем и поднимаем. Так, это мы сняли. И вытаскиваем. Нет, масло вот. То есть масло есть. На дне. Да. Масло-то там 3 сантиметра. Масло есть, но не весь объем. Не весь объем. То есть масла не хватает. Но все-таки оно тут есть. То есть, допустим, можно сказать, что, постояв еще сутки, она уйдет полностью. Почему она оттуда уходит? Вот это, наверное, и будет наша сегодня основная цель разобраться и понять. Старого образца корпус масляного фильтра немного другой. Сейчас мы подробно его разберем. Старого образца. И так как там не было проблемы, попробуем понять. Потом разберем здесь. Ну, корпус мы вытаскиваем. То есть, достанем корпус. Нижнюю часть платформы снимать не будем с клапаном. Снимем только клапан. И попробуем разобраться, что в этом механизме они изменили визуально, потому что все практически одно и то же. Что они изменили и что привело к этой проблеме. Послушаем, что еще раз за звук. Может быть, он какой-то другой. Может быть, речь идет вообще не об этом. Это первое. Второе. На горячий я тоже слышал вчера звук, когда клиент оставлял. Было ощущение, что подстукивает один из гидрокомпенсаторов. Ну, опять же, на 40 тысяч, но это смешно, конечно. Ну что, запуск. Значит, на что это было похоже? Это было похоже на детонацию вообще. Это не на звук цепи. То есть, скорее всего, это совсем другой звук. Сейчас одновременно детонировали все шесть форсунок. То есть, либо из-за высокого давления топлива. Привести к этому, может быть, допустим, непрописанные топливные форсунки. Но она новая, они не снимались. Я думаю, что все на месте. Высокое стартовое давление топлива. Это забита сетка регулятора давления. Ну, не знаю. Что оказалось только с правой стороны? Ну, вот он, да, он жесткий. То есть, это не цепь. Это не похоже было. Было не похоже. Но до клапана мы все равно доберемся. Сегодня будем смотреть. Потому что у нас из-под прокладочки одной вот здесь уже начало подцепливие. Там слева мы снимем. Посмотрим этот клапан. Тем более, наш клиент приехал издалека настойчивый. Попробуем ему угодить. Ну, вот смотрите. Вот у нас корпус старого образца. Сейчас детально пройдем, что здесь изменили. Верхняя часть колбы, которую прикручиваем, она у нас осталась один в один. Ничего не изменилось. Также у нас пластик. Он же текстолит. Здесь вторая часть уже на рестайлинге. То есть, идет и на новом Mojave уже идет пластиковая. Немножко изменили крепление. То есть, здесь у нас все короткие четыре болта. Вот они все четыре. То там у нас наоборот. Один короткий, три длинных. Но это не важно. То есть, корпус и корпус. Вот теперь дальше смотрим. Вот этот шток, она же втулка. А вот сам виновник. Вот он, смотрите. Вот это клапаночек. Что происходит? Когда мы сюда ставим картридж и начинаем закручивать, вот этот обратный клапан, на который надавливает. Именно картридж надавливает на него. Льем туда очиститель, и он выливается. Сейчас он открыт. То есть, как только мы фильтр сняли, клапан открылся, масло начало сливаться. Нажимаем на него. То есть, у нас фильтр ложится по всему контуру. Нажимаем на него, именно на пружинку. Вот сейчас как-то вот так сделаю. Да, вот так. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, все. У нас лег, прижал и наливаем. И теперь... Немножко, слушай, здесь еще... А здесь сейчас я... Кучесть другая уже. Нет, не в этом дело. Сейчас покажу. То есть, она держит, но уходит. Сейчас покажу, почему она уходит. Сейчас мы уже пойдем к самой разгадке старого образца. Берем этот клапан. Разбирается. Разбирается. Берем головочку 5,5. И откручиваем. Если нажать, то мы видим, что это грани под болтик. Так, у нас крепят два болта, у которых есть ограничители. Вот. То есть, больше положенного нельзя закрутить, затянуть. И вытаскиваем сам клапан. Запищала эта штучка у меня тут. Так, 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 так. Я хотел, конечно... Представляешь, Джамол не отдал мне этот. И вот мы теперь снимаем его. И вот так выглядит эта штука. Сейчас вот так поставлю. Вот он, вот он, пластиковый резиновый грибочек. Вот так он выглядит. Ну, такой он уже не мягкий. Ну, основное, если мы заглянем вот сюда, то мы увидим, что там либо отлив такой заводской изначально, и зеркала нету для прилегания, либо все-таки же здесь что-то проходило, есть какая-то выработка. То есть, да, 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 такая коррозия. Ничего, много сказать не могу, потому что делаю сам это впервые. Попробуем также на нашем Мохаве снять, посмотреть. Может быть, они изменили сам клапан как-то. Может быть, там, правда, что-то попало туда. Или что-то, 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 пружинка лопнула. Кстати, смотрите. Снимаем две пружинки вот так. Еще момент. Вот здесь есть пружинка. Вот она, ходит. Вот этот пластиковый запор, он снимается. Если взять аккуратненько его, поддеть, но самое главное, чтобы никуда не улетело. Вот это такая своего рода муфточка, которая одевает. То есть, вот он, мы его полностью разобрали. И сняли с него пружинку. Здесь на клапане, смотрите, у нас есть вот такой своего рода пазик, на котором он фиксируется. То есть, даже при желании мы можем увеличить, наверное, нагрузку пружинки, мощность. Заменить ее на более мощную. Дело в том, что я бы никогда не взялся за это и не стал бы ничего делать, потому что по схеме, посмотрели, мы не можем купить ничего. Мы можем купить сюда только резинки, нижнюю, верхнюю и все в сборе. Все. То есть, у нас вариантов никаких нет. Мы не можем даже купить вот эту часть, то есть, верхнюю. Если она сломалась, мы не можем купить ее отдельно. Покупается только в сборе. И все. И так как у нас вариантов нет, мы ее разберем, посмотрим, какая конструкция сейчас на нового образца. И есть ли там какие-нибудь дефекты. Не знаю, может быть, там пружинка будет меньше, тоньше. А грибок там шире, уже. Ну, вот эти все нюансы и моменты. Вытащили мы корпус. Вытащили клапан наш. Сейчас вместе посмотрим. Все сделано, в принципе, так же, как на старого образца. Даже стоит трубка подъема масла. Только отличается у нас сам корпус. Вот по болточкам, я вам говорил, здесь три длинных, один короткий. Он стал уже пластиковым. Изменили уплотнительное колечко, которое стало течь. Если на евро четвертых и пятых, то есть там было попроще все. Алюминиевый корпус и другая прокладка. Здесь же вот на 40 тысячах я снял. Сразу было видно потек масла уже внизу. Колечко вот это обязательно меняется. Также будем с коллектором менять верхние две. Коллектор. Здесь отшили мочевину. Только мочевину. Оставили сажевый. Все. Первый раз прошили, видимо, так же, как и все остальные. Неправильно сделали. Прожекс не включался. Отправили снова. Снова перепрошили. И сейчас вроде бы как все работает. Все. Прожекс включается. Сейчас под евро пять сделать. Коллектор вот так у нас забит. Ладно. Вернемся сейчас к нашим проблеме, которую мы здесь ищем. Но именно на этой машине я не думаю, что проблема именно с уходом масла. Здесь немножко другая. На запуске мы слышали детонацию одного из цилиндров. То есть причиной может быть как одна из топливных форсунок. Так же и причиной может быть высокое стартовое давление. То, что мы обсуждали возле машины. К этому вернемся позже. Сейчас смотрим. Вот, смотрите, у нас клапан. Вот мы его сняли оттуда. Давай так, чтобы было, да, более-менее, чтобы все было видно. Косяков каких-то не видно. Там, не знаю, какой-то палки, стружки под ним ничего не было. Здесь площадь прилегания у нас вся вроде бы как в порядке. Теперь заглядываем туда, залазь. Смотрите, смотрим туда. Там с посадочным местом заморачиваться они вообще не стали. То есть там нет зеркала. Да, вот именно туда не стали. Есть там некие такие риски, я бы сказал. То есть они ее не отшлифовали. То есть не стали делать прямо зеркало. Но здесь нету раковин. Допустим, как мы смотрели на Евро 4, там прям ужасно все выглядит. Здесь все это более так сделано. Что получается у нас, у нас еще потом, когда здесь обратно соберемся, вернемся более к подробному. Первый разобран клапан, который нам нужен именно для замены масляного фильтра. То есть для ухода масла из корпуса. Это первый и стоит второй. Второй основной, который как раз-то вот он открывается. Его мы разобрать не можем. То есть он находится внутри корпуса и ничего с ним сделать не можем. Вот блок от Махава. Получается, у нас есть отверстие. Смотрите, первое отверстие, самое большое. Это подача масла от масляного насоса. Вот это маленькое отверстие. Это как раз для ТО обслуживания. То есть когда клапан вытаскиваем в фильтр, туда уходит масло. И попадает в поддон. Вот это же уже, когда зашло через основной, пошло масло, обменялось теплом в теплообменнике, вышло вовнутрь корпуса, очистилось в фильтре и ушло в этот канал. Уже именно идет на коренные шейки. И потом распределяется. То есть вот этот большой клапан, сейчас уже подули, все поняли, откуда все отверстия. Вот этот основной большой клапан, который в корпусе у нас не меняется, он отвечает за всю цепочку масла. Мы глушим машину. И получается все масло до самого конца, до масляного насоса. Вот так. То есть вот масляный насос от Мохава. То есть все у нас уходит пустую. То есть если у нас масло уходит только из корпуса, то за него отвечает только клапан, который служит для ТО. То есть нам нужен. Если же масло уходит полностью из всей системы, тогда за него отвечает уже второй клапан. Основной, вот этот. То есть он у нас может выгнать как из корпуса, так и из всей системы. То есть при каждом запуске мы испытываем голодание маслом. По этому клапану только замена. То есть здесь не разборно. Также открутили вот трубочку. Трубочка у нас держит как раз-то уровень. в самой колбе. Так, ну и что? К чему мы в итоге пришли? Пришли к тому, что если все же у нас уходит только из колбы, то виноват этот клапан. Здесь можно, наверное, что-то почистить, зачистить, сделать, не знаю, убрать эти раковины. Может быть, знаете, есть какие-то наждачки сейчас, можно все это почистить. Может быть, усилить даже пружину, то есть сменить пружину на более твердую. А вот уже по второму клапану, если уходит, то никак ничего не получится. Потому что, я так понял, тут запрессована алюминиевая втулка. И, скорее всего, сидит она на горячую, которая как раз-то упирается и держит сам основной клапан с пружины. И только лишь замена. Опять же, как вариант, если мы знаем, что на старого образца у нас нет таких проблем, вполне возможно, что на Евро-6 мы можем приобрести старого образца корпус и поменять, и поставить. Единственный момент, это, я не знаю точно, не помню, хотя я много раз это видел, но не помню. Вот эта резинка, она такая же, отлив на блоке или нет? Вот этого я, к сожалению, не помню точно. Визуально пересмотреть. Да, 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 там есть у нас, кстати, по Евро-6 видео, потому что, мне кажется, резинка там немножко была. Она либо была другого цвета, просто черная была, либо она была другой формы, не помню. А так, в идеале, да, если у вас постоянно уходит, в идеале меняем полностью корпус. И если он подходит, то желательно, наверное, поставить старого образца. То есть мы можем взять вин от Мохава, там, допустим, 10-го, 12-го года, где у нас Евро-4, и заказать именно тот корпус, и сюда его воткнуть в Евро-6. И думаю, что проблема уйдет. У вас проблема не в клапане, то есть не с голоданием масла, у вас другая. Но у нас направление видео именно на проблему с маслом. Так, ну что, поехали. Так, ну что, подводим итоги. Итоги. Все посмотрели, все проверили. Первое, первое. Вот у нас Евгений из Орла приехал. Его беспокоит стук на холодную при запуске. И у нас в целом упор всего этого видео на проблему со звоном цепи. То есть у всех, то есть звенит по утрам цепь, натяжитель и так далее. Здесь проблема совсем другая. Сейчас мы немножко отвлечемся от той темы. Здесь на самом деле утром на холодную детонирует одна из топливных форсунок. Предварительно сделали такую диагностику где-то в районе у нас второго, четвертого цилиндра. Все прослушали, механическую часть, то есть головки левой, правой. И когда прогревается, да, топливная форсунка работает, наверное, некорректно. При этом, при этом у нас по расходу топлива все в порядке. Под нагрузкой тоже все прекрасно. Никаких вообще проблем нет. Только на холостом. То есть при запуске на холодную и... Мы не стали разбирать, вытаскивать форсунки, менять их, ремонтировать. Ничего. Звук только здесь вот спереди у нас слева. Сейчас ничего критичного нет. Мы оставляем эту проблему. И сейчас будет такой эксперимент. Евгений сам уже приедет домой. Мы обговорили, найдет теплый гараж. Он поставит ее туда. И, допустим, там будет плюс 15, плюс 20 температура. Но если утром он ее запустит, и если не будет никаких звуков, то версия стопливной системы подтвердится. То есть здесь немножко другая проблема. Так, ладно. Здесь мы будем следить дальше. То есть теперь возвращаемся к основной проблеме, в которую мы сегодня, так сказать, углубились. По голоданию при запуске, звон цепи. Смотрите. Да, мы реально слышим звон цепи. Причина. Причина. То есть того звука, которого мы слышим. Первое. Это растянутая цепь. Так бывает, когда растягивается цепь. То есть на больших пробегах. Мы исключаем ее, так как это пробеги у нас там 14, 80, 40 и так далее. Второе. Это сам гидронатяжитель, который находится у нас по правой стороне. Здесь уже находится. Гидронатяжители уже мы меняли, подкидывали, пробовали. Это было первое. Первое самое дешевое, что можно было испробовать. С одним из клиентов с Нижнего Новгорода мы это пробовали делать. Ничего не изменилось. Абсолютно. То есть именно этот звон цепи по утрам каждый раз у него не ушел, продолжился. Сегодня мы подробно разобрали корпус масляного фильтра и теплообменник. Что за клапана? Сколько их клапанов? Какой за что отвечает? Где вход? Выход. Поэтому в этом направлении, если у кого-то есть идеи. Вот сейчас вы посмотрели, да, вместе, можно сказать, с нами посмотрели все это видео. Если увидели где-то все-таки или какие-то мысли, то пишем, рассказываем. Может быть, кто-то из вас увидел что-то необычное и вот как раз будет подсказка. Машина новая. Опыта нет ни у кого. Поэтому только мы с вами вместе сможем разобраться. То есть сейчас со временем, я думаю, что мы найдем причину этого звона и в дальнейшем будем устранять ее уже на ранней стадии. Ну все. Всем пока. До новых встреч. С вами был Уинза. С вами был Уинза.